В те времена, когда не было промыслового лова, рыбу здесь ловили большую, и осетров, и стерлядь, и крупных налимов. Идея проведения музейных экскурсий на воде возникла у научного сотрудника Артура Кунгурова. Руководство поддержало, Барнаульский речфлот оказался тоже двумя руками за. В прошлом году опробовали, поняли, что людям зашло, и в этом сезоне экскурсии будут еще более разнообразными. А рассказывать есть о чем, и главное, спрос имеется. Последняя прошлогодняя прогулка по реке собрала 120 человек. Стулья заносили снизу, потому что сидеть тут не на чем было. Плывем до цветов Алтая, я рассказываю то, что было, какие эпохи были, какие представлены, что из себя представляют. У нас есть раздаточный материал, который мы пускаем по рядам, проплывая через тот или иной памятник. Даже в прошлом году специально приехали для участия из Рубцовска две женщины. В этом году мы расширяем тематику этих экскурсий. То есть, если в прошлом году у нас посетители могли послушать экскурсии, связанные с археологическими памятниками, то в этом году мы включили экскурсию, которая будет связана с, скажем так, биоразнообразием Аби, берегов Аби и так далее, и тема купечества. Руководство Бурнаульского речного флота под такие экскурсии выделило теплоход «Москва». Оно готово выпускать его в рейсы не только по выходным, но и в середине недели. Правда, пока не ясно, наберут ли нужное число туристов в будни. На борту должно быть не меньше 25 человек. Мы решили, что мы в июне сейчас посмотрим, насколько это будет интересно людям, удобен ли для них этот график. И, конечно, если, например, мы будем видеть, что это вызвало очень большой резонанс и отклик, и посетители хотят этого, то, естественно, мы будем пробовать увеличивать. Вообще, такие экскурсии популярны во многих городах страны. Мы ограничены коротким и не всегда теплым летом, но музейщики готовы работать и на перспективу, если будет возможность. Зависит не от нас это все. Это зависит от того, будет ли на чем ездить для того, чтобы осмотр делать. Потому что, вообще-то, по берегам Аби памятников, объектов разного времени и археологических, и более поздних очень много. По еще старым, так сказать, советским методикам данный корабль должен работать 25 лет. Потом его надо было списывать. А он сейчас сколько работает? А ему уже больше 50. А сколько он еще сможет? Проработать. Но он еще может столько же проработать. Если его поддерживать в техническом нормальном состоянии, что мы и делаем. Потому что купить за 100 миллионов хотя бы один корабль, у нас нет такой возможности. Развития в данной ситуации у нас, ну, я лично не вижу. Единственное, если придет какой-то инвестор мощный, который просто возьмет и купит флот. Тесное сотрудничество с музеем, да и обычные летние водные прогулки позволяют нашему речфлоту хоть как-то находиться на плаву. Так что будущее у водного туризма есть, пока теплоходы Москва в рабочем состоянии. Кстати, первая в этом году речная экскурсия запланирована на ближайшую субботу. Заказать билеты можно на сайте. Желающих уже достаточно. На сегодняшний день записалось 70 человек. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.